Первый завеститель, специалист Кировской области, Матвеев Дмитриев Александрович и глава департамента заведения Кировской области, Елена Дмитриевна. Первое слово я, наверное, Матвеев Александрович, вам предоставлю. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, что вам не казалось странными наши визиты, я поясню. Мы с Еленой Дмитриевной взяли как практику встречи со всеми нашими коллективами больниц, с тем, чтобы в таком механизме живого общения выработать и понять те проблемы, которые вас реально беспокоят, понять, чем мы можем вам помочь и, соответственно, удовольствоваться этим в нашей дальнейшей деятельности. Потому что, к сожалению, часто так бывает, что наши действия, наши аргументы до всех сотрудников не всегда доводятся. И обратно тоже то, что волнует непосредственно медицинских работников, мы тоже не слышим и не можем даже упомянуть. Я не говорю это конкретно про ваши учреждения, я говорю это в целом о том, что происходит в области. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня час нашего с вами общения вы использовали по максимуму для себя, задавали все вопросы, которые вас интересуют, и мы стараемся, чтобы они не дали. Мы не таких секретных вопросов не держим, готовы общаться на любые темы. И, соответственно, вначале я хотел бы рассказать о тех направлениях, которые мы будем реализовывать дальше. То есть первое, вы уже все знаете, что мы год до года переходим от механизма содержания лечебных учреждений, по смейте, как это всю жизнь было в Советском Союзе, к механизму оплаты конкретной деятельности и конкретных результатов каждого, как это нужно. Поэтому с этого года мы перешли на худушевое финансирование больниц, когда больницы получают финансы в зависимости от количества охлажденного населения. При этом есть премиальная составляющая, 20%, которая зависит от того, как эффективно работают. Соответственно, также мы переходим на обладание и правой помощи по клиникам за кратным группам, когда вместо 15 тысяч существовавших тарифов будет всего 100-150 групп, по которым все эти люди выплатят, и эти группы будут отражать реальную стоимость затрат на каждого пациента. Далее, что я хотел бы сказать. Вы, наверное, многие почувствовали на себе результаты программы модернизации. В частности, нас очень интересует, насколько вы почувствовали на себе повышение зарплат. Это была аналитическая цель программы модернизации. И, соответственно, всем ли понятны механизмы начисления области. Могу сказать, что с 1 октября тарифы в системе обязательного медицинского страхования будут подняты за все счета, которые будут подняты за октябрь, на 30%. То есть на 30% будет увеличенная доносивная позиция. Поэтому сегодня-завтра уже приобрет письмо, что на эти же минимум 30% должна быть увеличена еще зарплатная платная цельская программа. Далее, насколько нам будет возможность позволять, мы также будем увеличивать фонд оплаты этой доносивной программы. Единственное, коллеги, что я хотел бы сказать, это то, что мы очень тщательно анализируем поступающие к нам жалобы. Могу сказать, что есть жалобы, которые абсолютно необоснованы, которые возникли на пути каких-то представлений пациентов о том, как должна оказывать свою помощь, но есть ли обоснованные жалобы. Причем могу сказать, что 90% всех жалоб обусловлены тем, что мы с вами не хотим соблюдать правила этики для этого. Мы не хотим с пациентами поговорить, мы не хотим их выслушать, мы просто убим друг друга. И эту бесконечную плотку вооружения, когда проценты руганки врача, медики, медики в ответ руганки центов, мы никогда не остановим. Пока мы не начнем это делать сильно. Могу сказать, что я во всех конфликтах поступаю исключительно на стороне медики. Потому что я считаю, что медики это не банальный успех, это не парикмахеры, это не продавцы, это все-таки несколько иная категория работы. И от них зависит жизнь человека. Но, коллеги, я тоже попрошу забывать, что в этом конфликте виноват область. И пока мы друг другу на встречу двигаться не начнем, мы эту ситуацию не изменим. Вот, наверное, это вот все, что в степительном условии хотел я сказать. Я вас попрошу задавать любые вопросы, которые, если вы не можете, что-то не можете. Я так понимаю, что по продолжению программы модернизации и в рамках выплат вот этих все дополнительные уча, но из-за уровня уже не это случилось. Давайте я вам так скажу. В этом году на дополнительные выплаты по программе модернизации было выделено 950 миллионов рублей на область. В следующем году все эти деньги войдут в состав текущего тарифа. То есть они не дополнительные, а станут вашими основными. У нас сейчас идет большое расстояние по заработной плате между полиглиниками и стационарами. Я не кричу, там, хирургические полиглиники. Вы в общем не кричу, потому что доплаты федеральные ученковым службам, значит, стимуляционные, всем остальным оказывающим хирургическим полиглиникам, стационарами держались только на выполнении стандарта вот на программе модернизации. Если у нас это расстояние будет продолжаться, мы извините, стационарами придем к тому, что мы закроемся сами. Так, уважаемые коллеги, заявляю всем ответственно. У нас в больницах единое целое. У нас нет, это заработал стационар, это заработал полиглиник. У нас есть общий фонд оплаты труда. И в ваших силах, даже уже сейчас, выравнивать всех работников между собой, а не противопоставлять их. Это первое. Второе. То, что стационар получал доплату, еще раз говорю, это пойдет на увеличение стационарного тарифа. Если вы раньше получали 20 тысяч стандарта, там 6 тысяч за оплату, то сейчас вы сразу получите 26 тысяч за конкретного ПЦР. Я с вами согласна. Опять же, как без традиционного положения по оплате, вот сейчас мы стимуляционны, только оказывающим первичную амбулаторно-побиклиническую помощь, исключая врачей специальности, птизиак, инфекционный, не инфекционный, дерматогенеролог, амбулаторно-побиклиническую помощь, и у нас стоящую сеть пораженную. Если сейчас выходы по программе модернизации, они идут только на тех специалистов, которые работают в системе ОМС, за следующие годы в рамках текущих тарифов системы ОМС вы можете их распределять на кого угодно. Никаких ограничений внутри больницы. Единственное, мы будем четко следить, потому что уже в двух больницах мы обошлись, когда у нас все стимулирующие обладки, почему-то начинают получать только администрации, а не рядовые врачи. Сейчас вот четко по фамилии будем отслеживать. Я не скажу, что это вот массово. Но, к сожалению, столкнулись с тем фактом, я думаю, все уже об этом слышали, что администрация себе начисляет премию по 300 тысяч рублей за 9 месяцев, а рядовые врачи 5-10-20. За те же 9 месяцев. Вот это будем четко отслеживать. Но все остальное, коллеги, еще раз, департамент, каждому врачу, каждой десертой госсалитарки зарплату значить не будет. Их 30 тысяч. Вы поверьте, в департаменте работает 40 человек. Горж тут на своем уровне, пожалуйста. У нас есть профессиональные, сейчас есть ассоциация, в которой ваши парнии с активно участвуют. Давайте как-то вырабатывать общие подходы к кому-то. К кому-то, к кому-то, к кому-то. Но, с другой стороны, уравнивать их тоже сочно быть не должно. Тот, кто больше работает, лучше работает, должен получать больше, чем тот, кто работает, лучше и меньше. Но все критерии вы должны отработать на своем уровне. Причем делать это все публично. Я не согласна, я не согласна. Я же надо продолжить, если я встала. Потому что я отношусь сейчас больше к администрации, чем к звено оказывающему помощь. Работаю, конечно, я и в стационаре, значит, в педиатрическом отделении, но я забыла о многом врача. Вот администрация, так и будут вообще ничего не получать. Я хочу просто сказать, какому-то, административного персонала, который тоже есть, как к кому-то... Жанна администрации, я еще раз говорю. Я бы понял, если бы там администрация была начислена в премии 30 тысяч при премии там врачам, 15 тысяч в месяц, да, или там, по сколько? Я бы это понял. Но когда еще раз говорю, думайте в порядок цифр. 300 тысяч сотрудников администрации, ну, главный цифр, скажу по цифру. И 10-15 тысяч врачов. В 15-м раз, еще раз говорю, никаких там препятствий против того, чтобы стимулировать хорошо работающую администрацию, мы не имеем. В следующем году это будет единый котел, это не будет только программа модернизации. Да, модернизацию нельзя. Но это будет текущее финансирование учреждений. Причем, еще раз говорю, вместо того, чтобы увеличить тариф только с 1 января, мы их увеличим уже сейчас, мы нашли эту возможность. Мы нашли лишние деньги в федеральном фонде, выбили их и увеличили только для вас. Главное, чтобы хорошо работали. Но всем должно быть понятно, кто за что получает. Я первый раз приезжаю в Белую Холомницу. Я помню первое ощущение от посещения вашей больницы, когда пришла ваша клиника, которая на тот момент требовала капитального ремонта. Я понимала, что работают замечательные доктора, как мыслящие, что внедряются системы информатизации, при этом вот такие стихи. Сейчас ситуация медленно не исправляется. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все ремонтные работы в вашей поликлинике завершатся. Это снизит ту социальную напряженность, которую любой ремонт вызывает, потому что, с одной стороны, все наши учреждения требовали проведения капитальных ремонтов. Как только мы входим в состояние ремонта, у нас появляется жалоба, нам некомфортно, нам неудобно. Тут же проводятся строительные работы и тут же принимают пациентов. Но мы с вами тоже реалируем. У нас нет на сегодняшний день каких-либо запасных больниц, в которые бы мы могли переехать. То есть материально-техническая база учреждения здравоохранения, она реально улучшается. В рамках программы модернизации поликлиника отремонтирована. И на селе тоже произведены ремонты. И медицинская техника закуплена. И в рамках информатизации также закуплено все необходимое оборудование. И оборудование машин скорой медицинской помощи, системы слежения от ВЛОДАС тоже уже произведено. То есть ситуация в реальной технической базе, она улучшается. То, что касается заработной вклады, Дмитрий Александрович уже сказал. То есть я так думаю, что вы на себе ощутили те изменения по заработной плате, которые происходят. И я думаю, что и дальше эта ситуация тоже будет развиваться в положительную сторону. Тем более, что в рамках реализации указа президента Российской Федерации, в 2018 году вы должны достигнуть средней заработной вклады у врачей в размере 200% от средней заработной вклады по экономике. Еще какой момент, о котором мне бы хотелось сказать, что, ну, к сожалению, мы все решаем деньги. Очень важно в работе любого трудового коллектива это и ситуация морального поощрения труда, и взаимоотношения людей в коллективе. И совершенно верно, Дмитрий Александрович говорил о том, что очень много жалоб рождает именно нашему отношению к пациенту. То есть, когда мы что-то грубо сказали, не своевременно прореагировали на больную пациента, и вот анализируя ситуацию по Белоколуницкой, центральной районной больнице, одна из последних жалоб, например, на сайте портальщика, когда в малых населенных пунктах население пишет о том, что мы должны обращаться к бывшим медицинским работникам для выполнения каких-либо манипуляций. Или же там последняя публикация, которая на сайте Лякского наблюдателя, а вот здесь тоже присутствует, когда описываются проблемы пациента, которые вынуждены в условиях центральной районной больницы проходить платные лабораторные обследования. То есть у нас на сегодняшний день существующая система оплаты медицинской помощи, она позволяет организовать всеобъемлющие обследования пациента в рамках действующего тарика. На сегодняшний день, наверное, не все больницы могут иметь возможность производить в стенах больницы все виды лабораторных исследований, все виды диагностических манипуляций. Но тем не менее, у нас уже не первый год работа от системы межрайонных центров. И вот сегодня здесь присутствует Андрей Венимович Черняев, главный врач Слободской центральной районной больницы, которая является как раз межрайонным центром, в территорию обслуживания которого входит Белоколуницкая центральная районная больница. И вот здесь задача грамотной логистики. То есть мне бы сегодня хотелось услышать от вас, насколько просто осуществляется направление пациентов в ту же самую Слободскую центральную районную больницу. Какие сложности возникают с направлением пациентов к специалистам, на диагностические процедуры, на лабораторные виды обследования? Насколько хорошо принимают пациентов для оказания стационарной помощи, оказывая ли помощь межрайонные центры, в виде вылезных консультаций специалистов? И вот такие профессиональные вопросы мы, наверное, тоже сегодня должны обсудить, потому что не все касается зарплаты, не все вы можете организовать на местном уровне, но для того есть межрайонный центр, который должен вам помочь в оказании качественной медицинской помощи населению, в том числе и Белоколуницкого района. Так что я очень рассчитываю на такой откровенный, проработивный диалог. Я думаю, что все ваши замечания, пожелания мы обязательно будем использовать в работе. Спасибо. Вопросы уже ангрии. Ушел к теме. Пока читает. Я знаю, что я не могу. С вопросом, где по камерам, у меня это слово, правительство, сам, на них, и вы готовы. Все-таки будет ли у нас запланировано на будущий год создание автомобилей и в использовании помощи районов, и в частности наш? Это может, что уже по программе в 되는 машина, у нас с тысяч седьмой год не может быть, не может быть, В этом году и на следующий год очень тяжелый бюджет Киевской области, потому что больше миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты социального бюджетной сферы. И, соответственно, многие расходы нам не удастся осуществить, те, которые мы бы хотели осуществить, в том числе и снабжение автомобильной скорой медицинской помощи. Может, действительно у нас была целевая программа, но, к сожалению, пока в проекте бюджета у нас будет финансирована ввиду того, что просто нет доходов. Какое решение было принято нам? Нам было принято, что город Киров у нас переходит на проект «Новая скорая помощь», когда они, все автомобили скорой помощи, будут арендовать. Они будут арендовать участников, при этом их затраты не вырастут ни на копейку, они получат у вас автомобиль. А вот те автомобили, которые сейчас есть на станции скорой медицинской помощи и которые еще в хорошем состоянии, мы их все отдадим в район. То есть вы за счет этих машин сможете что-то обновить. Но, к сожалению, совсем новый транспорт точно выкупите пока. Я еще раз говорю, там есть 60 автомобилей, которые находятся в достаточно хорошем состоянии, поэтому во все районы, особенно те, которые испытывают наибольший дефицит, мы эти машины поделим с тем, чтобы быть ими. Единственное, это будет ориентировочная в феврале месяце 2013 года. Когда мы поймем, что новый проект по скорой помощи Кирова работает стабильно и без боев, тогда эти машины все вырезают. Два автомобиля, спасибо. Собождем. Оставляемся. Я начальник отдела кадра. Смотрите, пожалуйста, сейчас рекомендую поддержку врачей в плане программы СТЭКС и доктор и выплаты врачам общей практики. Планируется ли в будущем подобная мера социальной поддержки средним медработникам населения? Потому что катастрофически не хватает среднего медперсонала населения. Уважаемые коллеги, пока отдельно взятые программы по средним медицинским работникам не предусмотрены. Основной мерой стимулирования привлечения средних медицинских работников, конечно, является вопрос заработной платы. И второй вопрос – это вопрос предоставления жилья населения. Потому что молодой специалист поедет на работу только при условии, когда ему будет предоставлено жилье. Буквально три недели назад мы с Дмитрием Александровичем входили в наш медицинский колледж и разговаривали со студентами выпускного курса нашего медицинского колледжа. И поняли тоже очень важную мысль, что поступая в медицинский колледж, многие студенты не видят себя в будущем в профессии. И даже заканчивая колледж, многие не хотят работать по специальности. Поэтому мы планируем, во-первых, ввести систему целевой подготовки средних медицинских работников по той же схеме, которая сейчас работает с медицинской академией, для того, чтобы каким-то образом закреплять все-таки этого студента за медицинским учреждением. Далее мы планируем заключать соглашение между медицинским колледжем и медицинским учреждением в целях, опять же, привлечения студентов для прохождения практики в данное медицинское учреждение. Но, собственно говоря, я представляю ситуацию студента, он заканчивает училище, ему говорят, что ему надо поехать куда-то в глубинку. Он не представляет, что такое глубинка и другое дело, если он уже поработал на практике в этом лечебном учреждении, он понимает, что его ждут, ему предоставят те или иные гарантии, и, соответственно, ему будет проще принять решение по приезду на работу. Кроме того, если нет возможности предоставить жилье, у нас есть механизмы возмещения затрат по съемному жилью. И главное, врачи об этом тоже знают. То есть, если вам надо привлечь специалиста, у него нет жилья, он готов приехать на работу, то по съемному жилью тоже вопрос решается. Поэтому здесь механизмов очень много, но согласитесь, что достойная зарплата является, наверное, основным механизмом, который позволит заинтересовать специалиста. Ну и, опять же, мы все время идем к зарплате, но я бы еще хотела сказать о условиях работы. На сегодняшний день у нас в области очень много фельдшерско-акушерских пунктов. Прошли капитальные ремонты, то есть там созданы хорошие условия для работы. Мы стараемся решить вопрос и по медицинской мере, и по приобретению оборудования. Ну и еще очень важный момент. Вот сегодня было совещание с Министерством здравоохранения Российской Федерации, которое ввела министров, и в этом видеосовещании было сказано, что со следующего года Министерство большая надежда возлагает на программу диспансеризации профилактики, и медицинским работникам именно первичного звена, в том числе фельдшерско-акушерским пунктам, будет предаваться огромный народ. То есть хорошо, если человек заинтересован в результатах своей работы, он чувствует себя востребованным, нужным, тогда люди пойдут на работу. Дайте я отвечу по вопросу Николая Юрьевича по пилотному проекту по лекарственному страхованию. Мы считаем очень важным в плане борьбы с нашим основным злом сердечно-сосудистыми заболеваниями, а конкретно секс-меркости, это разработка механизмов приверженности к лечению, потому что вы, наверное, все медики, все прекрасно знаете, что ни артериальную гипертензию, ни ишемическую болезнь сердца сегодня не вылечить ни одной капельницы. И, соответственно, пока человек не научится регулярно принимать антигипертензивные препараты, антиосновидные, противоишемические, статины и все, что с этим связано, входит в стандарты. Никаких сдвигов в улучшении здоровья мы практически не имеем. Поэтому мы приняли решение, что для того, чтобы обеспечить этот регулярный прием, мы будем оплачивать 90% от стоимости этих медикаментов для пациентов, страдающих на заводе. Соответственно, мы провели расчеты. К сожалению, областной бюджет нам не позволил профинансировать этот проект на территории всей области. На это нужно 400 миллионов рублей. Мы ведем переговоры с ремистерством. И если эти деньги были для собирального бюджета, мы готовы включить в этот проект всю область. И с учетом того, что нам очень важно было начать хотя бы этот проект на пилотной территории, чтобы посмотреть реальную его эффективность, его проблемы и механизмы. Мы выбрали, на наш взгляд, такой наиболее репрезентативный участок. Это город Слободской и Слободской район. Ввиду того, что там проживает более 60 тысяч жителей, это достаточно репрезентативная выборка. Структура заболеваемости и смертности схожа с общей областной. И в принципе, там находится сосудистый центр и центр здоровья. В принципе, в этой логике мы руководство всегда выбирали для пилотного проекта территорию. Я понимаю, что Белая Хлынница тоже готова в части реализации этого проекта. Но, коллеги, я не обещаю, это на 13-й год. Но если мы увидим эффективность этого проекта на территории Слободского и Слободского района, то, соответственно, мы будем включать в этот проект другие территории. Пока финансовые возможности на это нет. По вопросу лицензии Windows, Николай Иванович, я понимаю, что надо связаться с МИАЦЕМ, потому что закупки по лицензии, они какие-то сейчас проводят дополнительные. То есть, вы знаете, все у них точно. У нас просто проекты, члены покупала по Слободскому району. Я еще раз говорю, они там постоянно проводят какие-то торги, в том числе это по программе модернизации, закупать какие-то лицензии, я точно не знаю. Надо с ним связаться, я не могу точно там ответить, в каком количестве в каждом районе придет. Спасибо. Все-таки хотелось еще вопрос задать в продолжении выплат. Вот стимулирующие выплаты, это премиальные какие-то выплаты? Или это дополнительные выплаты и по другим квитериям будут оцениваться? Еще раз на руку нажимаю. Ну, стимулирующие выплаты, они дальше будут продолжаться их выплаты? Или это однократная какая-то премия от больницы? Смотрите, у нас в соответствии с положением об оплате труда есть гарантированная часть заработной вклады, которая состоит из заклада и всех компенсационных выплат, которые вкладывают за стаж, за категорию, за вредность. И есть переменная часть, называемая стимулирующая, которая должна определяться по каждому показателю работы. Помимо этого есть еще непостоянные выплаты стимулирующие, называемые премиальные. Вопрос в чем? То есть мы понимаем, что стимулирующие выплаты платят тогда, когда есть фонд оплаты труда. Соответственно, если ему нет, то есть в больнице не заработают эти средства, то стимулирующие выплаты в том же размере платить не могут платить не из чего. При этом нам очень хотелось найти золотой баланс между гарантированной частью заработной платы, которую вы получите в любом случае, и стимулирующей частью заработной платы, которую вы получите, если будете хорошо работать. По нашему мнению, размер стимулирующих выплат, лично, по моему мнению, должен составлять половину выплат. Чтобы у человека был стимул как-то работать. Не просто занимать ставку и получать фиксированную часть заработной платы, для того, чтобы был стимул. Но с учетом того, что не всегда удается соблюдать баланс объективности выплат, люди все равно должны получать увеличенную зарплату, мы пришли к решению, что поэтапно мы будем повышать и окладу, то есть гарантированную часть заработной платы. И примерно будем соблюдать пропорцию, половина это гарантированно, половина это стимулирующая. То есть за конкретных платить. То есть фонд оплаты труда будет постоянно расти, и будет делиться на примерно две разные стимулирующие. Гарантированная часть стимулирующая. Понятно объяснено? Еще вопросы? Храпов, Холислав Владимирович, врач-анестезиолог-ренематолог. У меня вопрос. Будет ли уделяться медицинское оборудование, технику, централизованное за счет средств или федерального, или областного бюджета? Потому что много сегодня аппаратуры, особенно у нас в Росказе-друге, которая очень дорогая, и больница сама купить не может. Часто все, там нужно позарить с респиратор, и дети есть, а у нас хорошая, детей интеллировать невозможно. В прошлом году я... Давайте я, отлично важно, вот так вот. В принципе, типично для всех больниц, куда мы приезжаем. Коллеги, мы понимаем, что 30 лет практически ничего не обновлялось, в Украинской области, но вы тоже должны понять, что все сразу обновить мы тоже не можем. Знаете, нужны огромные финансы. Поэтому то, что мы смогли купить в рамках программы модернизации, это все найдет для вас, включая те дополнительные средства, которые мы должны получить за эффективную реализацию, все пойдет только вам. Я хочу заметить, что 80% денег всей программой модернизации мы отдали в муниципальное, бывшее муниципальное здравоохранение. Потому что сейчас все областное, раньше это было муниципальное. Я могу гарантировать, что большинство субъектов Российской Федерации пошли по пути на меньшем сопротивлении. Отдали все средства областным больницам. Причем мне даже иногда с удивлением я слышал с лектора, когда некоторые территории говорят, что а вот там муниципалитет не подготовил проектно-смертную документацию, поэтому больница останется без ремонта и без оборудования. Господа, мы отвечаем за все. Поэтому 80% денег было отдано вам. Я думаю, что все вы должны были заметить те изменения, которые у вас в больницах происходят. Далее, то, что касается нашей дальнейшей работы. Я считаю, что в каждом учреждении должен быть сформирован список потребностей. Причем должен быть этот список обсужден на собрании коллектива и вся потребность должна проранжирована быть по первоочередности. То есть в первую очередь белых и муниципальных церквей нужно это, 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 это. И как только у нас появляются дополнительные финансовые ресурсы на целевую программу либо на продолжение программы модернизации. Мы, естественно, больницам будем удовлетворять эти первоочередные нужды. Но просто поймите, когда нам больница приносит, вот сколько мы больниц не посетили, после нашего посещения поступает заявка минимум на 300 миллионов рублей. Если уложить на 100 больниц, вы понимаете, да, какая сумма выходит? 30 миллиардов, таких денег это, ну это целый бюджет Кировской области. Поэтому для себя определите, что для вас более, когда мы начинаем программу модернизации, мы тоже всем предлагали определиться, что для вас является более значимым на текущий момент и более потребным. Но, еще раз говорю, все возможности бюджета мы будем направлять на то, чтобы вам помогать в вашей работе. Единственное, поймите, что сразу все, не обновить. Я говорю про вас, потрескавшие стены, там лампы без плафонов, не очень хорошее постельное белье, при этом на текущем содержании миллионы рублей лежат в больнице. Это говорит о том, что руководство больницы неэффективно тратит денежные средства. То есть, вот в вашем учреждении, наверное, как в любом другом учреждении, должно встать за правило, в начале месяца, когда уже сданы все счета на оплату, больница четко понимает, сколько она заработала денег, сколько есть денег по статьям, вы четко понимаете, вот есть денежная сумма, давайте мы по приоритетам начнем эту сумму тратить. То, что касается медицинского оборудования, действительно Дмитрий Александрович правильно сказал, ранжирование приоритетов, вы, наверное, слышали о том, что в связи с тем, что Кировская область, она достаточно успешно реализует программу модернизации, и, кстати, сегодня, опять же, на видеоконференции перечисляли более 20 регионов, которые плохо эту программу выполняет, Кировская область, слава богу, не прозвучала, то есть нам выделены дополнительные деньги, и вот эти дополнительные деньги мы как раз тратим на приобретение тех же самых аппаратов искусственных материалов и легких, и оборудование для оказания нейронологической помощи, потому что мы все слышали о том, что с 1 января Российская Федерация перешла на центр критериев живорождения, начиная с 500 граммов, и мы понимаем, что этих детишек очень сложно захаживать, должно быть специальное оборудование, и мы тоже делаем упор на закупку вот именно этого оборудования. Ну и, конечно же, еще очень бы хотелось сказать о том, что, да, вы все опытные специалисты, имеете огромный стаж в качестве, но у нас сейчас есть разработана система и разделение ответственности, то есть в той же самой перинатологии, то есть уже консультативно-диагностический центр для нашего перинатального центра, все мы прекрасно понимаем, только начинается рот, и уже ведется консультирование роженицам. Работает система санитарной авиации. Вот вы знаете, уважаемые коллеги, я вас призываю к тому, что лучше, лучше лишний раз проконсультироваться, лучше лишний раз позвонить, попросить помощи, сделать вызов на себя, нежели потом рвать на себе волосы, потому что, да, мы тут что-то не доделали. То есть у нас в первую очередь не должно быть ощущения, что мы что-то не успели сделать. Вот я вспоминаю ситуацию, открытие сосудистого центра на базе Слободской центральной районной больницы, тогда еще центральной городской больницы. помните, какие были сомнения, да, а как бы повезел пациента? А вдруг...